Чего говори, не надо. Нихуя ты там ворочаешь, нет, стало ещё хуже. Да ладно, так. По-моему, да. А так? Ничего не меняется. Давай, как-нибудь это самое. К экрану, поближе. Так. Так уже лучше. Ну, у тебя скайп-то на полную там включено? На полную включено. Ну, мне прям нравится, ладно, я просто хотел твой голос послушать. Привет. Ох, нихуя тут. Чего? Там в чате все пишут, что они геи. Вот это да. Да, я даже сам себя слышал. Не могу понять, где ещё. Всё, всё, я отключил, слава богу. Я думал, я с ума сойду. Привет, ребят. Вышли мы всё-таки в эфир. Короче говоря, рассказываем, что произошло. Как-то раз ночью я пьяный припёрся и начал транслировать то, как ВВАМАС. Ну, кто такой ВВАМАС, я думаю, вы сами можете прочекать в интернете. Так вот, я, короче, начал стримить то, как ВВАМАС, не путать с ВВАМАСом, короче, дрочит свою маленькую пипиську под огромным толстым пузаном. Собственно, если вы зайдёте... Блин, я не знаю, вот пока... Я нашёл картинку, где ВВАМАС голый сидит, но если я её покажу, нас же опять, нахуй, выкинут с твича. Не стоит. Хорошо, не буду показывать, но, блин, не знаю, как так показать, чтобы вот именно его пиписька... Нет. Слушай, если вводить в гугле ВВАМАС по картинкам, первые, нахуй, пять картинок, это сделано проще. Кстати, 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 ты читал, там посылали условия обслуживания, бла-бла-бла, там написано, что, короче, контент обязательно должен быть связан с играми, поэтому просто поотвечать на вопросы не получится. Конечно. Это будет игровой, как бы, процесс, на самом деле. Я буду заигрывать с вами. Будем считать, что это просто перед трансляцией такой вот, скажем так, разогрев. То есть я вас смазываю, как бы, немножечко. На самом деле, нам пришло письмо, когда мы спросили, за что нахуй нас забанили. Мне пришло письмо из восьми пунктов нарушения, которые я... Там, точнее, восемь пунктов основных, и помечено, какие я нарушил. Из них я нарушил шесть. Это то, что я не транслировал игры, называл наши трансляции не так, не тем, что они себя представляли. То есть я там писал, например, мы играем в лол на про-уровне, но никакого, блядь, про-уровня не показали и вообще начали играть в колду. Потом реклама, потом голый толстый мужик, который дрочит. Этого тоже нельзя, оказалось. Короче, я вообще не знаю, что можно транслировать на Твиче. Мы завели еще один канал, но я думаю, что он, нахуй, будет забанен практически сразу. Потому что там даже отношение к грубому языку какое-то отвратительное абсолютно на этом Твиче. То есть там действительно можно только в игрушки играть. Точнее тут, пока мы еще на Твиче находимся. Но я знаю, что есть сайты, например, помнишь сайт, где Ванамас спал всю ночь и транслировал? Я ТВ, да. Я ТВ. Но, блядь, там же качество ты видел какое-то. Там только реально транслировать то, как ты спишь. Вот, короче, типа тема уже есть для транслировки. Тема уже есть, хорошая тема. Каждый день причем сможешь транслировать? Вот представь, на Твиче захочешь потранслировать то, как ты спишь? И хуякс нельзя. Ну как с этим быть, я не знаю. Мне всегда хотелось... Короче, поставь там, не знаю, доту, как ты стоишь. Кстати, на тему вымогательства денег. Теперь у нас вот такая вот картинка будет. Я ее долго-долго изобретал, настроил. Игр такая, что я все равно не видит, потому что его забанили на Твиче по IP. То есть даже людей, которые стримили просто со мной, всех их забанили. Но посмотрите на эту картинку. Разве можно на нее злиться? То есть, вот смотрите. Ну, как можно злиться, правильно, ребят? Вы же там не злитесь в чате? Вы же не бадхертите? Вы же не катаете заяву, блядь, на ответ на меня опять. Потому что просто посмотрите на эту картинку. Ну разве, блядь, она может вызывать отрицательные эмоции? Я старался, ребята. Уважайте меня. Что касается Игоря Линка, то он пострадал вообще ни за что, можно сказать. У меня по этому поводу есть только одна песня ВКонтакте. Сейчас я поставлю. Жидало, ни в чем не виноват, не фартануло, не получилось. Жидало, ни в чем не виноват, не фартануло, не получилось. Да, короче, видосы не загружаются. Трансляции я смотреть не могу теперь. Да, это ужасно. Ну вообще ни при чем человек. То есть реально на шухере стоял, можно сказать. Это просто супер подстава. Я говорю, Линк, пойдем со мной в батлу, поиграем, постримим в батлу. И Линк пошел, а теперь даже на твич зайти не может. Нет, я могу смотреть на самой главной странице, как какой-то толстый мужик борется с огненным монстром. Но это же не ВВАМАС, который дрочит. А может и ВВАМАС. Может и ВВАМАС. Нет, я там смотрел. По голосу и по внешности похож. Да, я сегодня когда заходил, на твич чекать не забанили для меня, но у меня динамический IP, но я тоже видел там этого толстяка, который в Луи Грана там в Dark Souls сыграет уже вторые сутки. Он, блядь, урод. Ладно, короче, хуй с ним. Что я хотел-то? Вы на моей странице скидывали мне вопросы. Я вчера весь день в кабаке зависал, но тем не менее пришло что-то в районе 230 вопросов. И я даже их еще не чекал. То есть сейчас я прям в прямом эфире поотвечаю. Но это игровой стрим, я просто поотвечаю вопросы, которые связаны с играми, уважаемые админы блядского твича. Так что не злитесь, пожалуйста. И потом мы идем тренироваться к игре с RockSkiss, которая состоится в четверг. Я теперь не знаю, где ее будем стримить, но тем не менее. Кстати, что касается сайта, это же Matt.ru. Мы, как вы видите, мы не сидим сложа руки. Там теперь есть чат от твича присоединенный. Там теперь очень красивая шапка сексуальная, которая станет еще интерактивной чуть позже. В общем, я думаю, что сексуально все. Но я не знаю, кстати, насчет того, что дальше будет, после того, как я на вопросы поотвечаю, потому что это мой сегодняшний план на трансляцию. И, наверное, мне опять канал закроют за то, что я не играл. Но может быть, не знаю, если там попросите. Я реально поупаруюсь в доту. Еще вот такая вот тема. Сейчас вы видите мой Steam-аккаунт. Надеюсь, тут нигде, блядь, нет моего пароля или еще какой-то хуйни, потому что я не прочекал это. Это мой Steam-аккаунт, вот такой вот сексуальный. И, как вы видите, у меня, правда, игры делятся на избранные. Просто всякий шлак, который я купил, не знаю зачем. Вы можете примерно вот так вот сейчас на принтскрин подолбить у себя, сохранить и выбрать какую-нибудь игру из этого списка, которую вы хотите увидеть на стриме. Я ее прям поставлю, и завтра целый день буду для вас гонять. Ну, так вот, как бы, что-нибудь заметите, то, что вам интересно, и, типа, скажете мне. Я просто не знаю, во что сейчас играют дети? Ты у меня спрашиваешь. Ну да, ты же ребенок. Ну, да, я так и понял. Ну, я играю в доту. А, ну ладно тогда. Ну, это у меня тоже есть, дота, это такое. Ну, вот давай доту поставим. Привет, ребят, здравствуйте. Но тебя мы не возьмем в доту играть. Блин. Ну, ты же понимаешь. Пострадал за что еще? Нет, тебя в доту вообще никогда не берем. Так у меня никакой юлды нету на заднем плане, а ты знаешь, всякое может произойти. Вроде все нормально. Итак, потихонечку начинаю отвечать на вопросы. Как ты относишься к школьникам, летсплейщикам, у которых больше 100 тысяч подписчиков, типа, Лоло-ложки и прочей шоколоты? Ну, я не знаю, как я к ним отношусь. Я рад за людей, которые зарабатывают копеечку, будучи еще школьниками. Но сам я это смотреть не буду никогда. Я просто не знаю, для чего это нужно. Стоит ли нынешнее время, стоит ли в нынешнее время, живя в Москве, заводить семью? А чем Москва отличается от остальных городов? Мне кажется, ни в одном городе не надо, блядь, заводить семью, если у тебя еще ее нет. У меня есть мама с папой. Я доволен, как мне этой семьи хватает. Но если ты хочешь завести семью, если ты детдомовский ребенок, то, ну, найди приличных маму с папой. И не американцев. Я слышал, что американцы порят своих детей огромными дубинами. Они умирают, и поэтому там сплошные запреты по этому поводу. Надо, кстати, музыку вернуть. Сообщение от Юрия Хованского. Там ничего хорошего. Дайте какое-нибудь такое на задний план что-нибудь приятное, чтобы веселее было отвечать. Ты какую музыку любишь, Линк? Я, ну, не знаю. У меня много всякой музыки в аудиозаписи. Да ладно, серьезно, что ли? Да прям даже нет, рэпа нету, по-моему. Сейчас посмотрим, что ты слушаешь. Нет, нет, нет. Да, чувак, неудивительно, что тебе телки не дают. Итак, Мэтт, скажи, пожалуйста, какие вселенные книжные или фильмов, или сериалов тебе нравятся? Я вообще книги не считаю, потому что это для дебилов. Я считаю, что... Если бы я пришел к власти, я бы собрал все книги и сжег их на огромном костре, потому что книги мутят сознание. То есть человек читает книгу, и мысли, которые в них есть, то есть мысли различных авторов, он свои мысли этими вот мыслями заменяет и становятся глупее. Поэтому книги это для ебланов. Кроме того, у нас есть телевизор. Мы живем в 21 веке. Зачем читать книги, когда можно посмотреть телевизор? Если Хованский собрал 400 тонн на свой стендап, несколько операторов и чистый клуб не заменит чувство юмора, то ты можешь собрать во много раз больше на мультсериал. Да ведь, чуваки, не хочу я уже никакой мультсериал делать. Если бы хотел, я бы его на свои деньги мог снять. Я не хочу. Я не из тех, кто побирается, друзья мои. Я как бы считаю, что если у тебя есть возможность, если у тебя есть талант, то ты сможешь сделать мультик, имея только огромное количество пластилина, краски, акварель и желание это все анимировать, а выбираются только конченые. Илья, будут ли стримы по Баттлес? Илья, будут ли стримы по Баттлес? Это что такое? Баттлтотс, что ли, какие-то? Или что? Ты знаешь такую игру Баттлес? Нет, я там... Вагнер пиздой накрылся, шаг вейв вас крэйшит. Опера, золото, рейха. Давай. Нет, все вообще, пизда, ничего не работает. Блять, это вообще... А при тебе кота подарили. Прикинь, прикинь, люди до сих пор думают, что саундтрек Крэковым помещенам писал либо Моцарт, либо Вагнер, либо Шопен там. Да, чувак. Или вообще Высоцкий. Илья, чем тебе понравился Хованский? Мне он не нравится, друзья. У него действительно плохое чувство юмора, плохая дикция. Он меня не интересует... Ребят, ну понимаете, человек постоянно сам приходит. Его никто не зовет. Ну что я могу сделать? Он и сейчас может мне позвонить в скайп, и что я могу сделать? Он хуже дрочащего Вавамаса, который попадает мне в эфир постоянно и портит мне все. Напоминаем, что это игровой стрим, поэтому вопросы про игры. Чем тебе так понравился LA Noire? Я, честно говоря, только первые два диска, по-моему, прошел LA Noire. Мне их, кстати, бесплатно прислали прямо из Лос-Анджелеса. У меня такая коробочка. А сколько там всего? А я не помню, только четыре, блядь. Ну не знаю, может и меньше. Ну я, в общем, первый диск точно прошел, второй, по-моему, почти-то прошел, но потом доебало. Но игра, в принципе, новаторская в своем роде. Я такую русскую игру сыграл, типа, знаешь, там... Улица разбитых фонарей. Ты такой дукалис ходишь и, типа, все, вокруг вибрирует. Чего? Загадочный дом. Загадочный гондом. Просмотры на YouTube из контакта снова считают. Нет, это пиздеж был. Меня наебали, короче. Ну это, типа, такой первоапрельский розыгрыш от моего менеджера был. У меня есть теперь менеджер футбольный. Или я как-то отношусь к сериалу My Little Pony. Полная хуйня для даунов каких-то... Только, блядь, люди, у которых во рту говно могут такую чушь смотреть. Мэтт, еще такой вопрос. Как ты относишься к сериалу South Park и Double Vaginal Double Annal группе, которая Мэтту Стоуну и Трея Паркеру принадлежит? Ну, как бы, ДВДА вообще отличная хуйня, кстати. Отличные песни, очень юморные. Правда, их мало. А что касается South Park, ну... А че такое? Ну, блин. Это обидно. Теперь есть, все. Нет, на самом деле, как бы, South Park отличный сериал. Конечно, последние сезоны не такие угарные, но на один сезон где-то одна-две серии все равно бывают шедевральные, поэтому я как бы по-прежнему смотрю South Park, и мне реально нравится. Во всяком случае, они не теряют актуальности, и чуваки выросли вместе со своей публикой. То есть, если раньше, когда выходили первые сезоны, это такой школотронский был сериал с довольно примитивным юмором, дальше пошла сатира, и сейчас, как бы, вот, кто начинал смотреть South Park, когда я начинал его смотреть, это был, там, 2000-й год, но у нас его начали позже, показывать, по-моему, в году 2001, что ли, может, наверное, TV сначала. В общем, мне тогда, наверное, было лет 14, а сейчас мне 25, и, как бы, я вот вырос вместе с этим сериалом, я считаю, что они актуальные вещи говорят, и, как бы, они вот именно на мою аудиторию... Ну, и вы, блядь, поняли, что я хотел сказать, отъебитесь. Привет, Илья, не так давно вышел Steam для платформы... Бля, мне это вообще похуй, я на Linux не сижу, зачем мне это? Мэтт, твои родаки знают, чем ты знаешь? Ребят, мне 25 лет, моим родакам уже давно похеру, чем я занимаюсь, они рады, что я съехал и больше не вешу на их шее, потому что это Ола-ложка и другие летсплееры должны объяснять своей маме в свои 12 лет, чем он занимается. Если на Twitch всё-то так плохо, говорит Мэри Бэри Мэри, может, на Justin TV? Не знаю, меня название смущает, Justin TV. Как тебе такое? Мне всё-таки кажется. Что, Бибер там всё-таки? Ну, есть такое подозрение, прикинь? Приходишь, а там реально Бибер. А есть Жёлудь TV, интересно? И всё занято, короче, Бибером. Сейчас, погоди, прочекаю. А, нет, я написал Желид ТВ. Жёлудь ТВ. Ты, наверное, Корн ТВ. Не знаю, кстати, интересно, что на сайте Жёлудь ТВ. Я, правда, боюсь, что открою, а там драчащий воломаз. Нет, слава Богу, тут Жёлудь. Логичная хуйня. Чёрный. Там просто блецкий, Жёлудь посредине экрана. Сейчас я верну какую-нибудь музыку. Такую, чтобы не напряжена была на заднем плане. Так, так, так. Свадьба Фигара. Фигаро. По-моему, заебись. Угу. Правда, мне всегда казалось, что там женитьба, но... Кого это сейчас волнует? Нет, свадьба уже никого не волнует. Саундтреки к играм пишет Волгун, Комодей Моссард. Только тех, кто... Свадьба сейчас волнует только тех, у кого есть автоматы, с которого можно пострелять. Да, блин, уберите это. Мэтт, ты стал меньше пить? Нет. Я помню, как ты в трусах дрался со своими алкобратьями на хате, да. Ты лишился гордого звания, алканавт, ничего гордого нет. Поставь в стрим, пожалуйста, дискотека авария новогодняя. Пиздец. Вот люди как будто чувствовали, что можно заказать музыку. Да идите вы нахер, такое дерьмо ставить не буду. Что касается алкоголя, то буквально вчера наквасился. Сегодня еле-еле проснулся, думал вообще не проснусь. Здоров, что думаешь о Крутиве? О, Мася. Кстати, Илья, на YouTube можно стримить. Ты знал об этом? На YouTube можно стримить. Ну, чувак, проблема в том, что YouTube все-таки не создан для стримов в то раз. Во-вторых, я не знаю, может ли сейчас там вроде какие-то изменения произошли, но до этого там можно было максимум стримить в 360, при том, когда оно как бы в записи уже, ну, появлялось в записи, запись была в 720, но при этом было видно, что это просто растянутая 360. Ну, я слышал, что там типа все идет как бы с задержкой и всякая такая хуйня. Ну, да. Есть такой общий принцип. Ну, YouTube пока что, ну, то они там что-то делают, но пока что это не идеальная плацтурма. А, Синджи Альянс на Ави в натуре. Вот что надо было сделать, смотреть матч, они стрим вести. Мэдисон, охуенное тебе спасибо. Да не за что, ребята. Или я как-то мог просрать аккаунт на Твиче? Конечно, мог, потому что я Мэдисон. Ребята, я стримлю драчащего толстяка и все такое. Игра с RockSkiss не отменяется из-за этого, конечно, мы в четверг уже буквально зарубимся. Почему она должна отменяться? Всякое случается. Мэтт, раз уж ты уходишь, забери с собой Хованского. Хорошо, парни. Как только захочу уйти с первой пулю для этого. А потом, может, и самому раз хочешь. Слушай, а, кстати, ты видел, что Дегтярев там какую-то херню мутит по полу? Что-то там с черной аватаркой по поводу того, что он прям самоубийство совершить собрался. Ну, не знаю. У него что-то в последнее время дела не пошли. Так что, спасибо, я вообще открою себя? Ну, я типа сомневаюсь в этом. Ну, блин, все-таки три месяца до открытия там брать. Ну, я все равно думаю, что всякие мне нравятся и так далее. Они еще в это верят. Но я бы уже настороженно относился к человеку, который ставит черный квадрат на аватар и всячески переживает. Может, пропиариться решил. Илья, ты жалеешь, что из-за обзоров ты бросил учебу и сидишь без работы? Хватает ли тебе денег, чтобы жить свободно и не напрягаясь? Ребят, очень не хватает денег. Честно признаюсь, очень жалею, что бросил учебу и очень хотел бы найти работу. Денег нету. Сегодня ел гречневую кашу из банки консервной, купленную за 7 рублей и купил еще три ролика. Суливер. Нет, серьезно, я не стебусь, ребята. Тогда, когда я бросал учебу и работу, и я думал, что мне хватит тех денег, которые я зарабатывал тогда на Рутубе. На Рутубе мне платили 7 тысяч рублей в год, и я думал, что мне этого хватит. Я как-то жил нормально, но потом я перешел на YouTube, и моя заработная плата упала до 5 тысяч рублей в год. И теперь очень тяжело, ребята. Мне еще женщина надо содержать. Тогда-то я просто дрочил, и теперь у меня еще и телка, которая требует внимания, туфелек разных и прочих анальных плагов, поэтому очень, ребята, тяжко, если... Очень жалею не повторять. Почему ты до сих пор, пока ты все это не говорил, не включил эту картинку? Включал. Включал? Конечно, включал. Я ее постоянно буду включать. Да ладно, люди опять обозлятся, кажется, я старался, конечно, с этой картинкой. Мэт, я понимаю, что у тебя есть личная жизнь, да нет у меня никакой жизни. Просто такие проекты, как Школа Модера и Днище, просто жалко, что они пропадают. Ты можешь подхватить, чувак, я тебе прямо в прямом эфире дарю форматы того и другого шоу, но на самом деле Днище это, наверное, точно не будет, а Школа Модера у меня есть как бы игры и все остальное. Будет желание, могу снять, но сначала обзор на Фоллаут. Ура! Тизделя Ищ Фоллаут 3 или это Фоллаут и что? Или это смайл такой, не знаю, в общем, забей. Лех, Лехан, Дер, Дэ, Братин, почему ты перестал делать опять про Школа Модера? Ну, вообще, на самом деле, как бы, там не такое большое количество реально угарного материала, потому что большинство модов это просто чувак берет какую-нибудь игру, например, GTA 4, там, меняет в ней машину типа там на семерку и называет это GTA 5 Кавказ, там, и все, это единственное изменение, изменение, и плюс найти моды гораздо труднее, чем просто хуевые даже игры, но, ну, в общем, у меня есть. половина вопросов, видимо, про Школа Модеров, вторая половина почему-то трешься с мудаком Хованским, неадекватный психопат и еще мразь. Все вопросы про Хованского буду озвучивать, потому что я много нового узнаю про Хованского. Привет, Мэтт, спасибо за все, что ты делал. Если не секрет, чем дальше будешь заниматься? Не думал идти в Dota 2. У тебя с Вилатом неплохо получилось, мне понравилось без мата, все серьезно. Ну, там, типа, у Вилата, как бы, свой бизнес, и я бы, конечно, если позовут, я бы с радостью постримил, но я не разбираюсь в Dota 2 настолько. К тому же, опять-таки, если брать ту же самую Доту, вот у меня был знакомый, который дико задрачивал Counter-Strike Source и мечтал о профессиональной карьере, что у него даже получалось, тут вышел Global Offensive, на который все перешли. Так вот, начнешь, блядь, на Dota 2 заморачиваться, а потом хуякс выйдет в Dota 3 или Blizzard All-Stars. Ты же веришь в успех Blizzard All-Stars? Конечно, чувак. Конечно. Я уже создал канал заранее. Ну, там просто, ну, понимаешь, Blizzard All-Stars, мне кажется, не зайдут просто, потому что у них не будет вот этой вот собаки. У них стима не будет еще. А, ну, собака-то самая собака. Как без нее, Разве может быть успешная игра? Разве не будет Next Gen, если не будет вот этой вот собаки? Я вообще, да, смотрю, у нее перископ еще на спине. Нет, я думал, это нож или это перископ. Не, может, это телефонная труппа, может, это... Нет, перископ, а внутри, короче, американский солдатник. А, то есть, это такая троянская собака. троянская собака. Хорошая идея. Надо подкинуть ее Activision. Какой комп, компа на данный момент посоветую, чтобы тянул все игры? Я не знаю, сейчас вообще имеет ли смысл покупать комп, как бы, потому что выходит новое поколение приставок, наверняка оно будет намного мощнее современных компов и сразу придется делать апгрейд. Да ладно, я пищу. Да, не... Покупайте просто нормальный комп и все, блядь. Придите в магазин докупить, нахуй, самый дорогой тысяч за 45, блядь, 50, ничего, тормозить не будет. Я не понимаю этих людей, которые сидят там, заморачиваются или покупают все по отдельности. Мамку, блядь, папку, репку, память, блядь, SSD. Просто я как покупаю, там, ноут как купил, как комп купил, я пришел в магазин, блядь, и сказал, мама, хочу этот. И мне его взяли. Задумался ли ты о покупке автомобиля? Нет, я живу рядом с метро и мне нахуй не нужен автомобиль, чтобы в пробках стоять. Я не получаю вообще никакого кайфа от вождения. А тот возраст, когда у меня эвакуация на тачке была, типа, я думал, что тачки это круто, он уже давно прошел. У нас просто большинство, я заметил, что чем меньше IQ у человека, тем больше он тащится по тачкам, там, по футболу и прочей быдлохуете. Вот он вообще не знает, ты чувак, ты что, не хочешь тачку? Да у тебя просто денег нет, раз у тебя не хочешь тачку. Вчера играли в доту, короче, там, и какой-то чувак... У тебя все истории теперь с дотой связаны. Ну, да, чувак, раз моя жизнь связана, моя жизнь есть в доте. А как ты телок ебешь, если у тебя нет тачки? Тебе что, дают без тачки, чувак, да как так? Да вообще не дают чувак. И, короче, чувак выебался тем, что у него в Туле есть ВАЗ-2109, да я был седателки во время игры. Ну, ВАЗ-2109 неплохой автомобиль. У меня зубило было, но оно было говном. Мэтэ, я кое-что не понял. Тебе запретили работать за компом, почему же ты шпилишь дотку? Да нет уже, как бы, в принципе, могу сидеть за компом. Ничего все равно не происходит интересного в жизни. Ты говорил нам, что до лета ничего нормального делать не будешь, и вот оно, видимо, лето наступило, а ничего нормального я делать не буду по-прежнему. Сразу говорю. В чем смысл жизни? Это как-то очень странно. Ты расстроен тем, что у тебя забанили канал на Твиче? Очень, ребят. Весь день сегодня в подушку рыдал из-за мудаков, которые его забанили, которые нажаловались. И... там всего лишь драчил лава масла. Не забанили, ты понимаешь? Блядь, у меня там было... Там было 300 просмотров, блядь. Картинку включал. Я думал, что против вас вечно раки играют на стриме. И да, я хочу... Ребят, против нас не раки играют, просто мы про. Поэтому мы все время побеждаем Мэдисон. Как вы считаете, Рокскис сильная команда? Ну, типа, у них есть определенные трудности, я слышал в последнее время. Ты больше интроверт или экстраверт? Я, блядь, экстрасенс и трансвистит, я не знаю, что это значит. Мэтт, расскажи, как ты оказался на контр-ТВ и вообще, как тебе работалось на этом проекте. Ну, типа, меня позвать хотели на шоу про фриков каких-то, короче, которые в дотку играют. Я тогда сам в дотку не играл, поэтому еще не был одним из них. Но я отказался, позвали Хавана, он там всех заебал, раздал свой телефон и нас позвали, но потом Хаван отказался, остался я и вел это шоу. Типа, ну, мне жаль, что контр-ТВ закрылся, хотя шоу так себе было. Но я планировал его улучшить. Мэтт, собираешься ты летом посетить фестиваль Кубана? Будет много таких клевых групп, как Bloodhound Gang и Electric X. Ну, типа, Electric X и Bloodhound Gang, они ездят на такие, нахуй, фестивали уебищные, потому что их уже в Америке, нахуй, никто не слушает и не зовет играть. А у нас это до сих пор звездные группы. Ну, я, типа, хорошо отношусь к Bloodhound Gang, хотя такой группы, на мой взгляд, уже давно не существует. Они занимаются хуйней какой-то и поют свои две старых песни. Что касается Electric X, то, ну, я был на их концерте в Москве, нормально, они забацали. Если будет в Москве еще раз, я схожу. Но ехать в Кубану, смотреть на объебанных, блядь, валяющихся в грязи уебках, уебков, мне не очень хочется. Я, типа, люблю комфорт, я не люблю природу, мне нравится жить в отелях, в домах, а не смотреть, как телка под группу Aria блюет на лицо своему парню, а потом падает в биотуалет и тонет в нем. И ты летящий вдаль, вдаль, ангел поется на заднем плане. Почему ушел с геймбокса? Ну, просто надоело. Вот и ушел. Может быть, и вернулся бы, если бы позвали, хотя, может, и нет. Не знаю. Илья, чем вам так не угодило? Лига, ребят, League of Legends это полная хуйня, ребят, полная. Извините. Но если вам нравится, я рад за вас. Но мой, вот честно, я не вру, я не троллю, я не пытаюсь наебать. На мой взгляд, реально хуйня. Ну, все в ней плохо вообще. И я не сравниваю ее с Дотой, я просто говорю, что это хуйня. Как ты относишься к русскому национализму? Я против любого национализма, честное слово. Здравствуй, Мэтт. Довольно-таки продолжительное время думаю над созданием своего интер... Да, парень. Класс. Серьезно. Я считаю, что надо тебе создавать шоу. И не одно, а сразу три. Слушай, подожди. И лайв-канал не забудь. Нет, там нормально, такой сват, сваговый, как кот. Сват. Может сделать из него сваг кота? Да нет, из этого говноеба. Нет, дочитай вопрос. То есть, там вопрос заключается в том, что все есть для начала, и все. То есть, он просто тебе сообщает о том, что он забыл. Но все есть для кончала, блин, нет, это просто пиздец. Илья, посмотрел, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Илья, чувак даже не смог дописать, он умер, короче. Нам было условить. Гламбук, и все пиздец. Илья, в древнем ролике где-то рассказывал, ты в конце, ну да, был такой, не знаю, дурацкий вопрос, пошли. Илья, спасибо тебе огромное за прекрасно проведенное время. А, это, наверное, телка, которая вчера со мной тусовалась. Привет, Илья, как ты относишься к детям и хотел бы их появления в твоей жизни? В моей жизни полно детей, блядь. Вот сейчас они прям смотрят на моё опухшее от пьянки ебало и на мой форум Спринг. Так что детей мне хватает. И как бы все мои друзья, которые завели детей, они как бы настолько этим недовольны и постоянно пытаются съебаться, побухать подальше от криков, воплей и обосранных жоп, что я, типа, не очень хочу детей. К тому же, чтобы, типа, завести детей, надо ещё и тёлку найти, которая детей хочет. А таких в наше время не так уж и много. Джеймс Рольф таким же популярным. Ребят, я, как бы, не то чтобы, я хочу сказать, что я такой же когда-нибудь стану таким же популярным, как Джеймс Рольф. Джеймс Рольф сейчас на Ютьюбе собирает миллион просмотров, и то не на все ролики, как и я. Так что, я такой же популярный, как Джеймс Рольф, поверьте мне, ребята, в случае, что его смотрит весь мир, потому что он говорит по-английски, а я только по-русски. И это не... Ну, на самом деле, меня уже все забыли, но, как бы, всё равно, я был когда-то популярен, как Джеймс Рольф. Наверное. А теперь я хочу быть популярен, как Юзи. Или просто быть Юзи. Или быть Вавламасом. Наверное, я все-таки стану Вавламасом. Будешь комментировать матч в Португалии и России? Да, конечно, буду... Особенно на Твиче, на котором можно теперь стримить только игровой контент. Только игры, да. Даже драчащего толстяка нельзя комментировать, а теперь, блядь, Португалия и Россия будет. Не, смотри, можно выкрутиться, можно, короче, играть в FIFA, поставить там 90 минут, и просто создавать... Или просто, знаешь, сесть на вебке с геймпадом, короче, и включить реальную трансляцию футбола и делать вид, что это ты играешь. Может быть, ты этим проведешь. Назвать это проэволюшн сокер 2015 спизженная бета, блядь. Илья, перестань всех своих зрителей обзывать шоколотой и всячески хуесосить. Я, например, старше тебя на 5 лет. Тем не менее, с удовольствием сантиметр. Нет, от сантиметра, ребят, удовольствия не бывает. И вообще, у тебя 2001 год рождения. В никнейме так, что ты хуесос и школьник. Ну, я очень уважаю своих зрителей. Никогда, как бы, вообще ничего такого плохого и хуйней не страдаю. Вообще никакая. Ребят, я действительно люблю каждого зрителя по отдельности. Особенно тех, кто меня, блядь, ненавидит, постоянно жалуется, ноет, что им все не так и не этак, и что я жирный. Ребят, я вас всех все равно люблю и, как бы, страдаю за ваши грехи. Никогда косяков и хуеты себе не позволю по отношению к вам. Только качественный продукт. Мэтт, я любился в вашу попу. Кто же вы по гороскопу? Вот это неплохо. Это прям как бой. Какой бой? Тот самый. Да, я вот думаю, этому чуваку может рублей 300 скинуть за то, что он... За идею? Да. 300? Это соси у тракториста. Я познакомился вконтакте чуть более месяца назад с одной няшкой, образованной тёлкой. А, няшной. Я не знаю, как сделать следующий шаг, то есть встретиться в её, наверное, самом узком месте. Если кто понимает, о чём речь. Ну, чувак, как бы отношений во вконтакте не бывает. Даже если вы начнёте писать друг другу во вконтакте, что вы теребите друг другу писечки или скидывать друг другу голые фоточки, это всё равно не будут настоящие отношения, потому что в жизни она, скорее всего, толще в два раза, как показывает практика. И... Ну, не знаю. Чтобы сделать... Чтобы встретиться с тёлкой, с которой ты переписываешься в вконтакте, короче, надо написать ей давай встретимся и назначить время и место. А потом прийти на него. А если она из другого города, то, ну, скорее всего, лучше забить хуй, либо... Ну, либо съездить туда и, может быть, кинуть одну палку и потом забить. Мэтт, я хоть не часто... Когда на Твиче начнут появляться качественные стримы? Никогда, ребята. Мэтт, я рос на твоих роликах в 15 лет. Чё-то все вопросы обрываются. Там сокращение по знакам, что ли, появилось? Да, так оно и было. А теперь чё-то вообще короткие какие-то вопросы. Ну, может, люди просто умирали, не написав их. А, да, тут чё-то какие-то проблемы. Видимо, у меня глюч, что ли, эта хуета. Ну, хер с ним. Ещё несколько вопросов отвечу, пойду в дотку убить. У тебя года полтора назад были какие-то тёрки с Русланом Мусачевым. Это был пиар, и есть ли они сейчас? Да нет, у нас нормальное отношение с Русланом Мусачевым. Единственное, как бы, мне не нравится то, что он хорошо относится к сайту Давай Лайм, потому что я хочу сжечь его в огне. Привет, скажи, а как ты на Туза Мун наткнулся? Да кто-то посоветовал, не помню кто, то есть, может кто-то в комментах напишет. Ай, блядь, нет, на 2Ч нашёл ссылку. Там все рыдали на 2Ч. Я думаю, такой, блядь, если 2Черов про Нелоту, которые любят дрочить на расчленённых ниггеров, то и мне понравится, и действительно понравилось. Только что прочёл пост про восьмёрку. Чем она тебе не нравится? Почему все так съелись? Неужели из-за отсутствия кнопки пуск? Не, ребят, просто восьмёрка у неё плюсов, кроме того, что она грузится быстро, вообще никаких нет. Она реально неудобная. Там даже просто вот как выключить компьютер, хуй поймёшь, приходится Alt-F4 нажимать на рабочем столе, постоянно пытаясь какую-нибудь менюшку вызвать, влетает огроменная ебель. Стандартно установленные скайпы и прочее говно там полнорежимные обязательно синхронизации Windows Live, несмотря на наличие у меня лицензионной восьмёрки, это, блядь, такой геморрой. Поэтому приходится качать программы типа для рабочего стола и их... Ребят, ну, блядь, если вам нравится ебаться кверх ногами, это ваш выбор. Можно привыкнуть ко всему. Наверное, даже, блядь, какашки макак есть, но если я этого не хочу, то не надо мне доказывать, что это удобно. Серьёзно. Там, кстати, выйдет обновление, которое вернёт кнопку пуск. Да там уже есть как бы проект этот сайта. Windows Blue. Да ладно, забей, чувак. Как бы сама история показывает, что это говно никто не ставит себе. Если бы у меня был планшет или ещё что-то, то может быть, но у меня-то компьютер, и мне... Ну, ты же знаешь, как у Microsoft, там через Windows где-то нормальные получаются. Всегда хотел спросить, ты бы выебал Кейт Клэп? Конечно. Ребята, чё, блядь, за дурацкие вопросы вы задаёте? Я бы не только её выебал, я бы вообще много кого выебал. Зачем вообще отказываться, если тебе предлагают выебать кого-нибудь? Нет, это какая-нибудь толстуха или уёбище, но Кейт Клэп вроде нормально выглядит. Не супер, конечно, но вполне можно запиндюрить. Если это смотрит парень Кейт Клэп, извини, чувак, я просто поделился своим мнением. Люди спрашивают, я тут ни при чём, не пизди меня, пожалуйста. Пожалуйста, чувак, я не хочу. Я не думал, что говорил, я только сейчас понял. Сейчас опять забаним. Да. Илья. А, вот, у кого-то тоже проблемы, типа, вопросы без самой важной части. Типа того. Мэтт, бат или хайник? Мобы пива матча полнейшая, но я бы пил бат, наверное, потому что он дешевле, потому что какая разница. Тут выбор между саниной и саниной. Как относишься к антитабачному закону? Вчера отвечал, позавчера, точнее, на стриме, неохота заново начинать всю эту бодягу отвечать. Кто видел, тот видел, но, в общем, положительно отношусь. Будет ли сегодня стрим? Нет, пацаны, не будет. Мэтт, кого бы ты натянул из знаменитостей? На что натянул? Интересно, на какую-нибудь ракету огромную? На ракету, наверное. Как марионетку. Ну, как куклу. Тогда, не знаю, хоббита бы натянул, потому что он меня регулярно натягивал и наебал. Илья, как тебе на лоевилдет? Нормальный, сойдет более-менее. 6 из 10 можно поставить. Это обычная такая хуйня, просто. Она немного запоздала, потому что даже хижина в лесу, по-моему, немного попизже и вышла пораньше. Если бы они выпустили ее до хижины в лесу, тогда бы, может, был даже еще бал. Накинуть, как-то телка что-то спрашивает, дай про чеки мою фоточки. Ты не против? Не-не-не. Я даже вижу, кстати, все, я на сайт зашел, и там все видно. Блэрчик с киса. Кисми, кисми. А есть еще фотки? Ну-ка, ну-ка. Как тебе? Неплохо. Ты считаешь? Наверное, с шпигоди. Ну, на таких фотографиях трудно, что-то. Хуй поймешь. Конечно, хуй поймешь. Че не грузится? Вот это вот вообще заебись, конечно. Нет, это нормально. Ну, ладно, короче, мы поняли. Но видишь, у нее даже это, ICQ не хватило, чтобы вопрос задать. То есть, очень низкий ICQ. И, типа, очень, очень все плохо у нее. Просто отослал свою фотографию. Может быть, это намек какой-то. Блогеры вашей тусовки очень умные люди. Почему бы тебе не стать сотрудничать с World of Tanks? Ребята, я бы сам вообще превратился в танк, если бы была такая возможность. Ездил бы и стрелял из пушки. Вот это была бы пушка. Тебя бы возили на Игромир, короче, заставляли бы ездить. Ведь там и публика достойная. Перед школьником. И игра. Ну да. Часто ли дерешься? Конечно, ребят, блядь, ведь 25-летний мужик, он не может без драк. Я выхожу на улицу и начинаю избивать людей. Они бьют меня. Мы постоянно... И вот это вот все. Чуваки, вы че? Последний раз дрался в школе, наверное, или на какие-то пьяные попойки. Блядь, вообще драки, если че, за это можно нахуй в тюрьму сесть, если пиздить людей. А если они тебя пиздят, то можно в больницу попасть. Дерутся одни ебанаты, блядь, и кавказцы, что, в принципе, одно и то же. А если серьезно, сможешь привести хотя бы три аргумента, почему Windows 8 говно? Ну, конечно, потому что, блядь, говно моча и блевотина. Вот те три аргумента. Илья, хотел бы ты заняться профессиональным творчеством, как, допустим, Юрий Хованский со своим новым стендапом? Нет. Мэтт, почему тебе не нравится Темный рыцарь? Потому что, блядь, скучный фильм, длиннющий, вы че, пацаны, реально? Три часа фильм про Бэтмена, которым нет нихуя интересного. Ни драк, блядь, ни погонь, ни ч... А, нет, есть там погоня уебушная. Серьезно. Че в нем нравится? Все просто пиздят, что он нравится. Ты такой думаешь, блядь, унылое дерьмо, на котором я уснул. Но если я скажу, что мне он не нравится, то меня отхуесосит. И потом заебут вопросами. Лучше скажешь, что нравится. И вот всем он, типа, нравится по той же самой причине. Привет, у меня такая проблема. Я очень шараги, потому что меня выперли из 10 класса и, в принципе, все сдано к концу первого года, но... Блядь, охуенно просто. Но тут, видимо, вбежал в комнату, блядь, в военком и пизда, чуваку. Поехал в Сибирь защищать границы нашей Родины. А, нет. Но... Так, наверное, продолжение. То есть я заметил, что люди вот так вот пишут начало, потом продолжение. Но... У меня, в принципе, все сдано к концу первого года, но, быть может, если у вас была мысль поиграть в Дефианс, то у меня как раз есть... Нет, это, блядь, какие-то бессмыслицы другой человек задают. Вряд ли он мне, блядь, рассказывал про шарагу, а потом решил про Дефианс какой-то рассказать. Не хочу ни во что играть. Мэтт, у тебя хорошо, получается, обозревать фильмы. Фильмы долго нарезать обзор и потом еще на Ютубе забанят за Киппирайт и к тому же есть Бэткомедия на отличные обзоры фильмов. Идите-то смотреть, господи. Я лучше не сделаю, уж поверьте мне. Отличные душевные стримы, с удовольствием посмотрел на Писюны. Да, ребят, я тоже люблю на Писюны смотреть. Накидайте мне там Писюлик, чтобы я не грустил, короче. Блин, какая-то вот интересная аватарка. Блять, голый негр, ну ебаный урод, подстава. Заебись, сосочка. Чувак, ну забаняй. Ну под именем Иван, короче, смотреть на соску. Да нет, у нас игровой стрим. Так, что, на что жить, собираешься? Ребят, я откладываю на бизнес и все такое, вы за меня не переживаете, я не пропаду. В крайнем случае, ментом устроить буду бомжей палкой. Вставай, на улице. Илья, расскажи про сериал «Полицейские будни». Был такой сериал, мы там полицейских играли. Почему закрыли проекты про разрыв с сайтом «Спасибо, Ева»? Ну потому что, блять, распиздяя, работали над ними, все перессорились. Я вообще считаю, что там хуевейший сценарий было, слишком много персонажей, вполне можно было выкинуть нахуй этих чуваков из «Мне нравится», которые нахер никому не нужны. Можно было бы выкинуть вполне, блять, из гаф и гафов как минимум одного чувака. Можно было бы нахуй выкинуть Усачева и там, я не знаю, вот Сэм Никель смешной, я охуительный и сексуальный, а еще там Ильич, допустим. Этого, блять, хватило. Кому вообще... Я не понимаю, вот это желание тащить всякий шлак в массу, то есть вот эти, блять, пидоры из «Мне нравится». Они что, нравятся кому-то реально? Вот серьезно, вот будем откровенны. Но нет, на «Спасибо, Ева» считали, что это топовые, нахуй. Чуваки, их надо в любую дыру засунуть. В жопу ему два каяка. Мэтт, как она? Да я шучу, мне нравятся классные парни. Как и все. Я просто пошутил. Мэтт, я вот так не понял, что за кинг-шоу. Я тоже не знаю, ребят, мне купили рекламу, а потом мне говорят, что я там сниматься должен. Я вообще, блять, понятия не имею, о чем речь. Но, видимо, снимусь, раз такое дело. Илья, у кого из всех людей, живших и живущих на планете, ты бы взял интервью? Я думаю, у Игоря Ленка. Вот это интересное было бы интервью. Конечно. Мэтт, где ты живешь? Просто хочу заняться спортом и повесеть на турниках возле твоего дома. Блять, Озон, отъебись, пожалуйста. Не найдешь. Не надо. Уйди. На волне твоих роликов по футбол-менеджеру вспомнил о таком фильме, как Мани Болл. Да, есть такой фильм. Ну, в общем, интересная система, как бы, подбора игроков. Я бы на футболе ее попробовал, реально. Но, попробовал точнее, но, типа, фильм-то скучный, просто нереальный. И он про бейсбол. Бейсбол. Блять, кто-то снимал фильм про бейсбол. Привет, Мудисон. Если нужна помощь, да, это отличное начало, блять, чтобы я к тебе за помощью обратился, назвать меня Мудисоном. Еблан. Как мне кошмарится, похмельюги. Мэтт, зачем ты попиарил Хабенского? Сейчас, круг, куча наукли. Ну, ребят, Хабенский, он просто сам попиарился, еще когда снялся в убойной силе. Тут я ни при чем. Я не хотел его пиарить, но так получилось, что он потом еще и снялся в ночном дозоре, потом в дневном дозоре, потом в адмирале, и получалось, что он сам как бы пропиарился. Я, конечно, виноват перед вами, простите. Ксюш! Принеси попить! У меня в горле пересохло! Принеси попить, у меня в горле пересохло. Только трусики одень, когда будешь заходить, а то я на камеру. Ты восхитительный! Было бы круто, если бы ты приехал в Владивосток. Сейчас, блядь, поеду нахуй! Если уж в Владивосток, то только прилететь, друзья. Вы че? С ума что ли сошли? Ты хотел бы в Владивостоке побывать? Да, послужить особенно. Как все китайцы, наверное. Там очень хорошая служба. Спасибо большое. Как же хорошо, когда есть женщина. А еще говорят, надо детей завести, чтобы они воду приносили. Надо будет завести себе когда-нибудь. Продлету придется перестать играть хотя бы на один день. Знаешь, кто чаще всего заводит детей? Ну? Нефедов. Как же хорошо. Я специально Игорь Линк за вон, как место закадрового смеха на моих эфирах. Что там, кстати, в чате творится. Зайди на секунду на это же Мэтт. Проверь, чтобы там не было дрочащего у Вамаса, то туда уже начали вставлять Вамаса. Правда, здесь не дрочу. сейчас. Интересно, интересно. Так, что там интересно? Вот еще из вопросов. Илья, какие игры на Xbox 360 посоветующие какое-то в отношении к новым приставулькам? Ребят, вообще в Xbox не играю, только там, когда друзья завалятся в какой-нибудь Mortal Kombat, можно погамывать или в FIFA. Поэтому мне вообще похуй на Xbox One, а PlayStation мне реально компа хватает. Вот у нас есть Игорь Линк, он приставочник. Посоветуй что-нибудь людям. PlayStation 3. PlayStation 3? Да. Ну, хорошо. Вы с Усачем составляете отличный творческий тандем. Тандем? Нет ли в планах какого-то общего проекта? Какой, блядь, тандем мы составляем с Усачем? Раз, как в проекте вообще пыли? А, ею, там, швили. Ну, слушай, я не знаю, кто может считать, кроме телки, то, что у нас с Усачем реально какой-то творческий тандем. Дай, я не буду смотреть. Нет, другая телка. Она прям смотрит такая. Прямо, не знаю. Прямо душу. Да, у нее вроде ноздри даже раздувается, если долго смотреть на эту фотографию. Она реально глубоко смотрит. Прямо какая-то, не знаю, вот стервозная внешность у бабы серьезного. Мне кажется, она пилит своего парня. Вроде и не страшная, но какая-то прям... пугающе. Пугающе. Как-то загадочный дом или как он там? Блин, Мистер Экс. Мистер Экс. Как ты впервые узнал о Киномане? Мне посмотри... Блядь, дал посмотреть этот фильм «Проклятие зеленого слоненка». Главный... Ну, я не знаю. Там не о горбе. Это другой фильм был, блядь. Киномана там не было. А, да, точно, зеленый. Как я эту хуйню назвал? Ну, вы поняли, что я хочу сказать. Короче, вот эту хуйню про Дэнди и... Как, блядь, я зеленый слонен. Зеленый слонен. Я представил себе киномана в роли Пахома. Это был бы номер. Да, так вот. Чё я хотел сказать-то? А, блин, главный редактор Геймбокс Илья Вчеленок показал мне. Вот. Ну, меня вызывает его канал ностальгия, вообще классный канал. То есть, его можно хотя бы позырить на фоне того, что в интернете есть. О, чувак с своей мамой. Да тут. Да, как он. Не знаю, что она у него молодая какая-то, но вроде симпатичная. Скинь Хавацком. Ну да, надо будет. Привет, Илья. Хочу посоветовать тебе больше добавить больше интерактива со зрителями. Куда уж больше сейчас общаюсь с вами. Чё ещё могу придумать? Короче, позвать их к тебе домой. Хорошо, ребят. Есть такой интерактив. Короче, ребят, вот такой вот интерактив появился вот, короче. Можете, типа, денег закинуть и всё, норм будет. Вот вам интерактив. Замути передачу про футбол. Блядь, никто не хочет смотреть передачу про футбол. То есть, футбольные фанаты это активная аудитория, они так и будут писать. Мы хотим передачу про футбол, хотим передачу про футбол, обзор на футбол-менеджер. Но, когда ты её делаешь, реальная аудитория этой хуйни это вот те три человека, которые тебя доёбывали. Блядь. Короче, хуй с этими волосами надо постричься. Илья, помоги с проблемой. О, смотри, Игорь Линка, ты, наверное, пишешь. Тёлки подкатываю уже почти два месяца, но дальше френд-зона, а точнее лучшего друга я не продвигался. Какие тёлки всё-таки мерзкие? За два месяца, блядь, не может дать, но зато лучший друг. Я вообще не считаю людей, с которыми меньше там семи лет знакомых с друзей, а тут... Сожги её. Там твой вопрос не до конца, но если ты во френд-зоне, сожги свою тёлку. Сожги её в огне от всех нас. Да, парни? Мэтт, здорово. Чем ты маешься целыми днями? Лежу, короче, чешу своё пузо здоровенное. Мне норм. А вы чем занимаетесь? Илья, как тебя называют друзья? По имени-отчеству называют Илья Адольфович. Так, про Альф вопрос. Сказать, что последний... Блядь! Тут чувак хотел мне рассказать, чем Альф закончился. Что? Что там? Я никогда не узнаю, блядь, чем Альф закончился. Он закончился. Он закончился, но чем? Я погуглю потом. Расскажу тебе. Мэтт, Аксюша с тобой живёт? Нет, с другим мужиком каким-то. Я пока не знаю, кто он, но когда узнаю, очень, очень расстроюсь. У меня завтра ЕГЭ, а я в Доту не могу нормально затащить. Правильно всё делаешь? Хорош. Я хотел звонки замутить со скайпом, но типа, блин, с этим много геморроя. Потом будут, короче. Я буду на левом скайпе сидеть, и специальный человек будет подпускать наиболее адекватных. Будет ли осуществлять то, что задумал Юра по поводу Guns of Icarus? Понятия не имею, о чём он там, о чём он там задумал, поэтому не знаю, но я думаю, что Guns of Icarus типа, мы пока больше не играем, и вообще, наверное, уже больше играть не будем. Я слышал, что там разрабы хотят чуть ли не Open World сделать в следующей части, так что давайте подождём, потому что в нынешнем своём виде Guns of Icarus это игра на один вечер. Сейчас, что пишут в скайпе. А, игра с разработчиками, пишет Юра. Он смотрит наш эфир. Юр, тебе чё делать? Нехуй. Иди, блядь, посмотри Breaking Bad. Мэт, нам и предлагают идти смотреть Breaking Bad или что? Юрец, я не знаю, что ты хочешь. Мэт, я знаю, что ты слышал о гражданах Dread и Soul. Мне кажется, даже если откинуть факт, что они дотеры, их контент действительно очень... Да, у них, ребят, классные стримы, то есть, если вы там вечером вам нечего смотреть и моих стримов нет, то я рекомендую, даже если они просто в дотку... Ну, вот где они не серьезно играют, а где они прикалываются, там, это реально прикольно. То есть, серьезно. Вот если бы у них была вот такая картинка, я бы сразу скинул. То есть, понимаете, о чем я говорю. Мэтт, вы с Юрой просто боги. Те ебланы, которые слали репорты, просто зажрались и не понимают той иронии и сарказма, с которыми вы это говорите. Я, да, я с иронией и сарказма от насчет Юры не уверен, но не знаю, вдруг дочь родится, что с ней делать, тебе что ли, блять, отправить? Ты ее будешь воспитывать, ты будешь ее трусики нюхать, ты, блять, будешь, дум, дрочить на ее спящую попу. Как дела, когда стрим по лолу? Да сейчас прям будет стрим по лолу, короче. Только штаны подтяну и сразу начнем стримить. Привет, Илья всегда хотел поболтать с тобой. Как ты начинал свою карьеру видеоблогера? Просто начал и все. Хованский пишет, не буду донимать, но у тебя сильно лагает, выключи закачку порнухи. Блять, чувак, не могу выключить, ты же сам понимаешь, там интересно. Я просто сегодня попробовал, мне посоветовали выставить сервер Лондон, и я попробовал новый, но если лагает, то, блин, даже у Хованского, то, видимо, у всех лагает. Тут ничего не сделать, реально обидно, но, чуваки, я сделал все, что мог. Старался, как мог. Игорь, я же хотел как лучше. Чувак, ну, по крайней мере, мы все еще ищем, это значит, что нас как минимум не забанят пока что. Да, но, Игорь, я... Видишь, я ведь старался. Ну, перестань, не забанят нас больше. Просто не ругайся, мы этими словами. Кстати, несмотря на то, что эфир полный хуэрганы, которые я просто отвечаю. Да, это, видимо, только у Хованского лагает, люди пишут, что все нормально. У нас уже 12 тысяч лайк посмотрел, но я не знаю, какой там постоянный онлайн. Ничего не лагает, шли всех в жопу, пишет зануда. Спасибо, Ксюш! Спасибо! За поддержку. А, зачем я ору, если она смотрит стрим, она и так меня слышит. Илья, как ты относишься к новому Биошоку? Ну, ребят, я просто охуел вот с этого говна. Я не знаю, вы со мной согласны или нет, но, блядь, я реально просто охуел. Ну, это пиздец. вы что, вообще что ли в жопу долбитесь? Ребят, какие нахуй 100%? Вот, блядь, реальная оценка. 80, если не 75. Хорошая игра, классная тёлка там бегает, вообще всё неплохо, но, блядь, 100% это просто пиздец. Нет, далеко не идеальная игра. Вообще не идеальная. Я знаю только одну игру, которая действительно тянет на 100%. Только одну игру, которая действительно тянет. Загадочный дом? Какой! Хован, это прям как ты. Ты же качаешься теперь? Угу. Нет, это я хованский, он же слушает трансляцию. Он говорит, кстати, что лагает, если смотреть на... Да, всё, понял. Понял тебя. Ребят, смотрите на сайте, там не лагает. Оу. Или наоборот. Мэтт, какой вид бильярда любишь, сам в какой играешь? Самый лучший вид бильярда, на мой взгляд, это снукер. Вот именно смотреть. Я просто обожаю снукер, когда он идёт по ящику, я включаю, и под комментарий Синицына засыпаю охуительно. Это просто, блядь, райское время. Я без иронии говорю, это райское. Вот мой день, я проснулся, выпил пиво, включил снукер, лежу, смотрю его, и засыпаю медленно, потом просыпаюсь, смотрю, нихуя не изменилось, снова засыпаю. Это, блядь, то, как я хочу жить, и я не шучу. Это идеальный, блядь, день, идеальный отдых для моего измученного тела. А сам я люблю в пул покатать, но просто мне не нравится вообще русский бильярд, и нигде в мире в это говно не играет. Это только у нас, типа, любят огромные шары, блядь, маленькие лузы загонять, и считают, что это сложно. И ещё сложного в этом нет, это не интеллектуальная глупая игра вообще. Вот снукер, это реально и сложно, и надо думать на три удара вперёд, и даже может быть больше. Есть, короче, ещё более замороченный, это трёхбортовый карамболь без луз, но это просто пиздец, ребята, вот там даже, я не знаю, я бы даже к столу подходить не стал, а то сразу голова нахуй лопнет. Вот это реально сложно, а русский бильярд, это нихуя не сложно, поэтому мне просто неинтересно у него играть, плюс у него играет быдло постоянно, в бильярдах. Вот приходишь в бильярдную, в пул обычно катают пацаны с своими тёлками, весёлая компания, а бильярд в русский быдло, блядь, катает. Поэтому мне не нравится. А я бы с радостью, кстати, в снукер покатал, но, во-первых, я наверняка и трёх шаров подряд бы не забил, во-вторых, ну просто у нас нету столов, даже в Москве почти, там надо, блядь, чуть ли не в очередь записываться, ёбда, блядь. Motherfuck bitch. Мэтт, открой, приоткрой гардину тайны, у тебя всё-таки есть ребёнок? Нет, нет. Ребят, Илья, помнишь такое явление, как Абдулла Вера? Что за Абдуль? Бла-бла-бла. Ребят, ну, Абдуль и Абдуль, мы с ним в ЦИУ как-то раз дальше сыграли. Я не понимаю, почему меня так ненавидят Абдуловцы, я ничего особо плохого не делаю, но, типа, сам, я иногда смотрю видео Абдуля, нормальные, такие. Ну, сейчас в последнее время прям вообще заебесное стало. Прямо в старой. Но я просто последний не смотрел, я вот как бы, вот тот период, когда он, не, Диафильм это реально лгар был, и ещё вот эта хуйня была смешная, когда он, блядь, загонял, короче, чуваков в Дезет, в загон, и орал, что они в ГУЛАГе, блядь, как я усыновался, нахуй. ГУЛАГ, че-то там, здесь из ГУЛАГ, но, типа, вот, короче, те обзоры, кого он на новинки начал делать, я иногда реально смотрю, потому что, ну, я как бы хочу быть в теме, а он более-менее адекватные оценки даёт, то есть у него реально, вот как у меня, оценка почти всем играм хуйня полная, блядь, продажная, особенно, блядь, консоли говну, поэтому, всё ок. Так, отпиши. Всё понятно. Спасибо, Юр, что следишь, я всё сделаю. Там, как раз у нас всё ещё пока тестовое вещание, если чё, поэтому вот мы сейчас про нагрузки пишем, там будем увеличивать пропускную способность и реально, если стримы будут заходить, если так и будете смотреть с таким онлайном, то я думаю, что мы всё-таки подумаем, если вырастет онлайн до 15 тонн, одновременно, ты тут вообще? Да, да, да. Да, вот если вырастет до 15 тонн онлайн, то тогда точно будем думать о покупке сервера, который будет, как у Тоби Ван Дота, который мне дрыдуха писал, что, короче, у Тоби Вана, который Дота стримит, у него отдельный сервер. А у нас, блядь, даже на Твиче канал банят, потому что мы гей-порно гоняем. Зато купим сервер. А, чуваки, просто усачная херня. Блин, ну ладно, забанят и забанят, короче, канал, хуй с ним. Линк, сейчас я свой кота поставлю, прочекаю кое-что. Сейчас, короче, заходите на xvideos.com, ребят, пишите в серче, типа, наверху мьюзик, потом выравниваете по релеванс и longvideos 10 минут anytimes. И там, короче, вот, ты сделал то, что я сказал? Сейчас, xvideos.com. Ну. Так, и что там, мьюзик? Мьюзик, напиши в серче. Слышим. А, в серче. Ага. Да. Теперь вот sort by релеванс. Да. Date anytimes. duration longvideos. Longvideos. Да. Вот видишь, третье и четвертое видео, там тёлка лежит с микрофоном, а... Ты мне показывал, по-моему. А, я тебе показывал. Да, сейчас стримим. Короче, чуваки, вот та тёлка, которая, как у меня, микрофон, сейчас в этом стриме, посмотрите оба этих видео. Это просто, блядь, нереально смешно. Ты можешь включить музыку, то есть, включить это, закрыть, ну, сменить вкладку и читать дальше вопросы, а люди смогут слышать какую-то замечательную музыку на заднем плане. Сейчас, сейчас, ребят. Я в доту под неё играю обычно. Да, кто не играет под неё? А, чуваки, у меня 4x-видео сглючит. Его... Блочит, короче, у меня... Twitch. Не-не-не, не Twitch блочит, короче, какая-то проба у меня, антивирусная стоит, блочит. Не послушать эту охуительную музыку нам, но я думаю, она у вас играет. Да-да-да-да-да, да-да-да-да-да. А... Как дальше планируешь? Мэт, что ты делал, когда тебе было скучно в школьном возрасте? Ну, ничего, потому что обычно мне было скучно, когда я, собственно, в школе и сидел. Вот это, блядь, реально скучно. Вопрос у меня, будет ли стрим по футбольной теме? Да, я думаю, что... Просто футбольные сезоны закончены, а если тема стримами далеко пойдёт и будет ещё, когда новые сезоны начнутся, то можно в конце каждой недели, например, итоги какие-то подводить. Но видите, в чём проблема? Я бы делал, блядь, интересные стримы, с вами бы пиздел, делал о футболе, передачку, ещё о какой-нибудь хуйне, но оказалось, что твич создан только, чтобы играть в игры. Типа, если ты стримишь что-нибудь кроме игр, то его нахуй банят сразу. И как тут быть? Линк? Не знаю, стримить как-то спишь. Отстой. Спасибо за стримы, бла-бла-бла. Не за что. Малочит уже, вопросов осталось, по-моему, если я не ошибаюсь. 26. Илья, как тебе ситуация в мировом футболе? Я типа against modern football. Мне не нравятся современные футболисты, они все педики и похожи на пидоров. И... О, просыпаться пора. И... Короче, и деньги мне, все эти шейхи не нравятся. В пизду. Неинтересно смотреть. Раньше мне нравилось. Реально, я в этом году, хоть у меня даже Баруси симпатично, то есть, это такой вот как раз пример, то, что можно команду собрать, имея хорошего тренера и хорошую скаутскую службу и академию. Можно собрать команду, но... Блин. Я... Мне все равно настолько неинтересно было, я даже финал не смотрел практически. Одновременно порно смотрел и финал. Порно мне нравилось больше. Что за гей у тебя на аватаре? Это... Какого? Дима Билан. Лера, скажи про незаконченное высшее образование. Ответ такой, если бы ты мог сейчас вернуться назад, стал бы заканчивать. Да там нечего рассказывать. Блин, просто я почти два часа добирался до института. Настолько я неудачно поступил, он, блядь, был очень далеко от меня. И когда три года каждый день с утра едешь два часа, потом два часа назад возвращаешься, в час пик все это происходит, то тебя так это заебывает. Никакого желания учиться. То есть у меня были люди в группе, которые, блядь, из какого-то города, типа Рошаль, нахуй, или еще откуда-то, из какого-то Щербинки, блядь, ездили. И реально вот они пять лет отъездили на электричке с утра по четыре часа. Но я не такой. Я слишком нежный и люблю спать. Поэтому в пизду это высшее образование. И, как бы, диплом с тех пор, вот, кто получил, все работают, там, продавцами в магазинах, еще где-то. Так что и мне этот диплом бы, нахуй, не нужен был. Он мне и не нужен и не нужен будет. Во всяком случае, диплом нужен всяким врачам, математикам, блядь, физикам, теоретикам, хуетикам, а всяким культурологам, журналистам, ну, культурологам еще, может быть, нужен, вот, журналистам, пиарщикам, короче, дармоедам, которые сидят на шее утродового народа, которых надо, блядь, выгнать в шахту. Им диплом, в принципе, не нужен. Есть талант, пиздуй, блядь, пиши, тебя заметят. Меня же заметили. А диплом, ну, придешь, какая-нибудь шлюха, которую, нахуй, трех слов связать не может, ни одной статьи в своей жизни не получил, она просто ходила на все пары, получила этот блядский диплом. Еще она придет, типа, я не знаю, какое там издание самое популярное, Forbes, блядь, и скажет, ребят, возьмите меня работать, вот у меня диплом. Куда ее пошлют? Нахуй, наверное, ее пошлют. А придет чувак, который охуительный писатель, охуительный ведущий, его всегда возьмут на работу, всегда что-нибудь предложат, и, может быть, даже какая-нибудь телка отсосет ему. Та, которая сидела на парах. Блин, боюсь нажимать, на фоточки, а то там, знаешь, такая подстава, нормальный вопрос, а потом хуякс открываешь там в АВАМА со своим членом. Или рискнуть, как ты считаешь? Ладно, а, у меня же есть прикрытие. Сейчас. Ну, ребят, я почти угадал. Подставщики, хуево. Мэтт, спасибо за вчерашний стрим с линком, был на самом деле интересно и действительно смешно. Да, классный был стрим, вот жалко, что там кусочек залит, кстати. кусочек, там не самый, там даже интереснее было. Твиттер, кстати, появился, наш член еще не подключен. Чего говоришь? Ну, твиттер заебошили, только он еще к этому не подключен. заебошили. этот аккаунт тоже снесут, наверное. Ребят, там классный момент в конце был, где вьетнамец, блядь, головой застрял в двери. Если у кого остался, то скиньте мне, я так ржал, хочу еще раз поржать. Илья, мне почти 21, и я играю в доту, как Аполлон, адекватный, вообще пиздатый парень. Реально ли поиграть с вами в эту игру? Играю 5 лет, вот пиздобол, Не верю я тебе. Это что, София Ротара, что ли? Где тыкни? Да вот. Нет, это Селина, не знаю, пизда какая-то. Ты сделал в своей сфере столько же, сколько Саша Грей в своей. Мне не нравится Саша Грей, вообще мне тошнит от нее. По-моему, только на Первом канале нет или уже есть. Она уже Кургант уходила или нет еще? Кургант, я не знаю, но я видел, как она на колене есть. Он там может пошутить тогда, что Сашу Грей натягивали так же, как Сталин Хохлов. Так, учительный экономист, но к этой профессии вообще никакого интереса не имею. От высшей математики у меня мозги перевернулись, наверное. Ну, типа, блин, если есть откос от армии, то брось институт, попинай хуй, поступи в другое летом или вообще не поступай, иди работай. Я не понимаю людей, которые реально заставляют себя что-то делать. То есть, всегда можно найти выход. Да, ты, как бы, сам определяешь свою судьбу. Вот, типа, бросаешь институт, и кажется, что все пиздец. Да не пиздец, ну, попадешь ты в армию, там, после армии станешь ментом, отбитым, нахуй, наглушенным. Нет, это, блядь, дерьмовый пример. Ну, хорошо, есть у тебя откос от армии, бросил ты институт, тебя там, родители захуйсосили, но все равно, ты их сын, и тебя они не убьют. Чувак, ты все время, твоя ошибка в том, что ты постоянно говоришь, то есть, все твои удачные варианты заканчиваются, ну, начинаются с того, что у тебя есть откос от армии. Ну, да, я уже сказал, если нет откоса от армии, если нет откоса от армии, то решишь, что тебе больше нравится, блядь, очков мыть, зубной щеткой, или высшая математика, либо третий вариант, типа, если есть... копить 180 кусков и купить военник. Так можно еще сныкаться где-нибудь. Ну, блядь, ныкаться бы 30 лет теперь нужно. Можно устроиться на работу в секс-шоп курьером, я не знаю, везде есть рабочие места на нашей стране. Можно, блядь, и бабу обрюхатить, то есть, тут вариантов-то, конечно, много. Ну, обрюхатил ты бабу, и че? Ну, и че, все, и ты не идешь, вроде как, ладно. Нет, идешь, идешь. Да ладно. Не, я слышал, что, короче, идут люди, у которых рак, у которых ремиссия, например. Нет, чувачок, да, ремиссия это такое, но с ребенком теперь, с беременной телкой ты идешь в армию. Вообще, блядь, профессиональная армия. Вместе с ребенком и телкой, прям. Я, точнее, не призывная армия, я не знаю, блядь, пиздец. Посмотрите список стран, в которых это есть, там, одни гондурасы, блядь, и мы, что, в общем-то, на Украину, то там призовут. Если ты получишь гражданство, Украина, то, типа, в русской армии тебя призывать не могут, но, по-моему, как ляской тоже призыв обязать. когда ха-хляской будет призывать. Я слышал историю о человеке, который в Молдавию сгонял, типа, потому что... Я отслужил. Нет, там можно вообще контракт на месяц, подписать, и все, отслужил, ну, контракт на месяц в молдавской армии, и все. Он туда поехал, подписал на месяц, и, ладно. Пиздец. Так что, пиздуй, Молдавия. Нет, это самое. Так, где обзоры в Стармстиле? блять, в прошлом, наверное. Мэтт, какой мудак, тебе написал во время Би-би-би-си Батхида, что с Акастера игру не было слышно? А, и игру было хорошо слышно. Что? Я не знаю, короче, ребят, но вопросы подошли к концу, чтобы...